69 лет назад чудо совершилось. Дамы и господа, завтра по календарю, 1 мая, да, 1 мая, совпало с 5-м числом месяца Ияр. Но есть еще одна дата. Месяц Ияр, но обычно месяц Ияра мы второй месяц мало вспоминаем из Библии. Обычно первый месяц, он на памяти у нас, это месяц Нисан, или Авив еще, Авив в Библии, из другой номинования этого месяца. Это месяц Исхода, месяц Пасхи, в полнолуние месяца Авива или Нисан. Так что Нисан не только хорошая машина, но и месяц Пасхи. Так вот, не знаю, что у японцев это означает, но видимо что-то хорошее тоже. Для библейских верующих Нисан это месяц Исхода, выхода нашего, спасения из рабства, из рабства египетского. Так вот, и месяц Сивана еще есть, третий месяц, это месяц уже, когда Бог даровал Тору и излил Духа Святого, месяц Пятидесятницы. А вот между Сиваном и Нисаном месяц вот этот нынешний Ияр. Сегодня четвертый Ияра, завтра пятый Ияра. И Бог совершил чудо. В 20-м столетии два великих чуда именно в месяце Ияре. Первое это возрождение Израиля, пятого Ияра, но 28-го Ияра, или 24-го по нашему календарю, мая, это День Иерусалима, Йог Иерушалаю. День Иерусалима, когда в 67-м году, кто помнит из истории, 67-й год, когда огромнейшие армии объявили войну и считалось у Израиля шансов ноль. Шестидневная война, знаменитый, помните, да, из истории? И в этот момент Бог совершил чудо. Это реально. Даже люди, неверующие, руками разводили, говорили, это действительно чудо. И Иерусалим снова стал еврейской столицей. Хотя в мире не признаны еще, и все страны мира так или иначе отрицают это, но евреи настаивают, с 67-го года Иерусалим наш. Наша столица. В этом году мы ждем еще одного чуда. Президент США, Дональд Трамп, прилетает как раз к этому дню. Накануне он будет как раз в Иерусалиме, будет в Израиле. И мы ждем его с посланием. Если он останется верным, обещание, которое он дал накануне, уже не раз уже давал обещание, он обещался как президент сверхдержавы признать Иерусалим еврейской столицей. Я молюсь за Трампа, чтобы это все совершилось. Тогда в таком случае, если он это скажет и провозгласит, то мы с вами в этом году будем очевидцами одного из геополитических чудес нашего времени. Уже начало 21-го столетия. Друзья, и я знаю, даже если огромные державы или маленькие страны не признают, есть Бог на свете, Бог Всевышний, который признает это. Это самое главное, самое великое. И для библейских верующих великим знаком свыше является то, что несмотря ни на что, всем смертям на зло, Бог исполняет свое слово. Даже через неверующих людей. Многие религиозники до сих пор и политики разводят руками и говорят, как же так? Израиль возродился через неверующих, чаще всего людей, атеистов даже. Слушайте, Бог может через ослицу говорить. Бог может делать дела свои не только через детей свои. Дети замолчат. Часто так происходит. Камни возобьют. Камень – образ неверующего человека. Камни возобьют и совершат то, что должно совершить. Слава Богу. И сегодня хочу благоставить вас. Вместе с вами помолиться за Иерусалим. Я благодарю Богу, что и флаг израильский у вас здесь. Есть флаг еще Иерусалим. У меня с собой нет этого флага. У нас флаги разных стран и некоторых городов. И вот город Иерусалим у нас на центральном месте обозначен. Там лев. Да, для меня это еще знак моего Господа. Льва из колена Иуды. Самого Мессии Иешуа. И помолимся? Братья, помогите. Вот, флаг подержите. Да. Спасибо. Да, спасибо. И я спою благоставение. Благоставение. Да, спасибо. Благоставение на вас. Благоставение, конечно же, на северную столицу нашу. Люблю Петра Творения. Часто молюсь за Петербург. И для меня этот город особенно. Особенный город в моем сердце. Еще с тех юношеских дней. И, знаете, друзья, но здесь, на берегах Невы, хочу благоставить город особенный. Город Иерусалим. И страну особенную. Вот сейчас на поездах, я вот приехал поездом, там, значит, вот как, когда выходишь вот в коридор, да, то на стекле такое красное такое пятнышко такое и молоточек висит. И там инструктаж, ну, как бы, я все прочитал там, по всяким случаям, мало ли, люблю все читать. Вот, и там инструктаж, что в случае беды, значит, надо брать молоточек этот, значит, и по этому месту бить. И там даже картинки, как все рассыпается, там, и товарищ вылазит. Думаю, я уже представил себе, знаете, воображение художника, как я так вылажу, значит, вытаскиваю людей, там, значит, и молотком бьют туда. И я понял и всего инструктажа этого, значит, что можно бить, в принципе, в любую часть этого стекла. Оно все равно будет действие иметь. Но просто будешь больше молотить и больше будешь трудиться. Но если ударишь прямо туда, куда оно указано, в красный крыльяшок, то все стекло, согласно этой картинке, оно осыпется сразу. Знаете, я понимаю, что есть духовная, как вот говорят, картография, да? И молиться хорошо за всех, и бить хорошо в разные точки. Как вот и в теле человеческом, да? Есть разные точки, есть болевые точки, да? Можно бить противника так, сяк, знаете, а он будет все на ногах. А можно раз, туда-сюда, и все, и его уже нет уже. Он не на ногах уже, противник. И вот то же самое с врагом мы часто сражаемся, добьем не туда. Нет, бить надо, конечно, как можно и как желаешь. Но есть особая болевая точка и в сердце Бога, и в царстве тьмы также болевая точка. На духовной карте этой планеты, эта земля на глобусе, ее даже не видно фактически. Но это та точка, куда нам надо бить. Это Израиль. И на этой точке еще одна маленькая точка, это Иерусалим. Кажется, есть много городов более великих, да? Более могущественных. Я когда первый раз был в Нью-Йорке, я был потрясен. Я думал раньше, что я что-то знаю о мире. Оказывается, я ничего не знаю. Вот точно, перекресток Вселенной. Думаю, вот это да. Знаете ли, после всего того, что я знал, как бы, Москва, Питер, там, другие города какие-то, я понял, что я ничего не знаю еще. Действительно, я татарин по своей матери. Нашел татар-то, там любой народ можно найти вообще. Как будто бы вся вселенная там в движении. Но я понимаю, молиться за Нью-Йорка, это благочестиво, хорошо. Мы молились за этот город, не раз уже там находясь, особенно вот где вот как раз башни были. Служение там хлебопреломления совершили, в последний раз тоже это было. Но есть молитва особенная. Иерусалим не такой великий, как Нью-Йорк, чисто физически. Да, он не такой развитый, как Нью-Йорк. Ему далеко, до Берлина далеко ему даже. Берлин, он очень устроен хорошо, прекрасно, наслаженно, культурно. Но в Иерусалиме есть что-то такое, чего нет ни в Берлине, ни в Нью-Йорке, ни в Москве, ни в Питере, ни в каком другом городе нашей планеты. Город небесного царя. И исходящий с неба город, это будет не Нью-Йорк, или Нью-Йорк, или что-то еще. Это будет Новый Иерусалим. Спасибо Тебе, Господь. Благословляю великое имя Твое в собрании святых, Божий великий и могучий. Благодарю Тебя за Твою любовь, за Иисуса Христа и Иешуа на Шиаха. Благодарю Тебя за свет к просвещению всех народов и славу народу Твоего Израиля. Благодарю Тебя за Альфу и Омегу, начало и конец, за Льва и Агнца. Благодарю Тебя за победителя. Благодарю Тебя за любовь Твою. Благодарю Тебя за Дух Твой, за Слово Твое, истину Твою, жизнь Твою. Благодарю Тебя, Господь. За кровь Твою святую. И, Боже, Всепогущий, благодарю Тебя, что в наши дни, Боже, на глазах наших Ты совершаешь великие чудеса. И в жизни, в судьбах отдельных людей, целых семей, стран, Божьих континентов, Боже, Всепогущий, благодарю Тебя за Израиль. Как бы из небытия, из ничего, вновь возрожденная страна еврейская. Благодарю Тебя за Иерусалим, снова ставший городом еврейским, столицей еврейского государства, в чем я вижу Божие исполнение Твоих. Пророчество Твоего Слова, вечно живого. Боже, Всепогущий, благослови. И пусть сегодня гордые смирятся, пусть сегодня великие веки с Его смирятся перед злом Твоим. И признают правду Твою, истину Твою. Дам облаков, которые слава Тебя за все. Благослови, Боже. И слова благословения, Боже, добредусь сегодня и сюда, в это собрание святых, любящих Тебя, чтущих Тебя, боящихся Тебя. Боже, благослови, Господь, город сей, на берегах и вы. Боже, благослови, Господь, северную столицу нашу. Боже, благослови сегодня Россию, благослови сегодня все страны мира и страдавшиеся, потому что вся тварь стенает им мучиться, ожидая Твоего откровения, слов Твоих откровений. Боже, и прошу Тебя, благослови, Иерусалай, благослови, Израиль, благослови. Обчини на землю부, Иерусалай, благослови, Боже, благослови, Господь, благослови, Иерусалай, благослови, Боже, лipse, благослови, Иерусалай, благослови, услыш your pouvoir. Бcit, да не exportай anthem, לאloop и их конец, коллега, благослови, Иерусалай, благослови,onnер Sethя視 Онкало, има богу. Боже, благослови, неступай Ra Stitchе, ни ш Карам係 Алине, благослови, Иерусалай Эмерушалай. Паляв алейха, вея салеха, шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призовит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа, гамашях Иешуа, машехейнум. Во имя Иисуса Христа, Мессии. Амэн. Бог Аврама Исаака Израиля, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое и да придет царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Аплодисменты великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Богу. Аминь. Аминь. Спасибо, отец Сергий, за Ваше Слово. Всегда такое глубокое, насыщенное, историческое...